С пирожками тут уже пекли, все. Сразу же стали поезд делать. Весь лагерь снят, работ был и отправлен туда далеко, чтобы сами нашли виновного. Вернулись нет виновного. Теперь я посылаю туда, только метров за 500. Нету. К руду, где купаются. Весь лагерь идет туда. А я здесь оставлюсь. Они выискивают среди себя никого. Пошли на четвертый конец. Вернулись нету. Ну как найти? В деревне жил у нас тут подполковник милиции. Он участвовал под дядей Селены. Он пришел, сделал доклад. Нет никого. Ну я маленько знаю, как искать. Руки на стол. Пошел, я его высчитал сразу. Но у него сестренка старше. Я ей говорю, ты подойди к Алешке, а ему 6 лет. Поговорю, чтобы он осознался. Есть такой фильм Юда Бен Гур. Он 11 Оскаров взял. Первый век христианства. Борьба света и тьмы. Кто не видел, можете посмотреть. 2 часа 40 минут. Это вообще. 150 тысяч только было задействовано в массовках. Какие там эти квадриги, кони там гоняются все это. И он разговаривает с Юда Бен Гуром и говорит, я с тобой разговариваю сейчас как друг твоего отца. Но я зайду по ступеням, Пилат говорит, сейчас говорит. И буду разговаривать как голос Рима. Я ребенку говорю. Вот сейчас я убеждаю. Я накажу. Какой он? Условно может наказать. Но сейчас, когда я хлопну в ладоши 3 раза, и ты не выйдешь, ты будешь наказан по полной программе. Смотрю на него, глаза мне моргнет. Ребенок. Но я сказал, хлопнул. Стоит на месте. Я снова начинаю говорить. Хлеб насущный. Просим у Бога. Каждый день умирает 150 тысяч человек. Из них примерно 79 ежедневно от голода и недоедания. Как это можно было написать такое? Итак, выходи. Нету. Я ударил еще раз. Третий раз ударил. С места не двинулся. Я тогда говорю, Алеша, выйди. Он вышел. Ты зачем вынес хлеб отсюда? У нас же дежурные стоят. Я не брал. Ты же знаешь, это хлеб. Как ты мог так сделать? Как дежурно тебя не увидели? А я под свитер положил. Он не брал. А под свитер положил. Ну а дальше уже все. Я помню, кажется, не один, а два таза. Людей было много. И пирожки такие. Много было семечек. Прям мешками эти. Зернышки. И на меду. Там пирожки. Пальчики оближешь. Вообразите, что это такое. Да в русской печи. Значит, все. Хлеб убрали. В лагерь карантин наложили. Все эти пирожки. Эти огромные тазы, которые высокие такие. Все унесли в деревню. Отдать деревенским. Лагерь переходит на осадное положение. У нас горе. Горе надругательства над хлебом. Понимаете? Это настолько для детей было. Это памятный урок на всю жизнь. Это Михалков Сергей. Отец Никиты. Кинематографиста. Пишет там. Дети играли в футбол. И пинали булку. Батон. Ну все складно. Все дальше. Ну дальше-то никуда не пошло. Он делает выводы. А он. Что он скажет-то? Еще и булкой залепит тебе. Здесь другое было. Но теперь мне уже надо спасать его виновного. Он уже осознал. Все ему. Ну 6 лет все-таки. И возраст надо учитывать. Это непростая была ситуация. И разрулить ее надо было так, чтобы запомнилось. Представьте. Решили с чего мы? Стольких пирожков. Это все. И они пошли торжественно в лагерь. Понесли в деревню. Признали свою вину. И сказали. Мы недостойны. Понимаете как? И когда вот бывают здесь эти психологи. И они это все слышат. И говорят. И где вы учились этому? Ну понимаете. Это такие примеры. Вот я рассказывал как мальчик. Племянник там 6-летний. Тоже ездили за 100 километров. Я вернулся из Новосибирска. А жена говорит. Он украл там такие маленькие коняшки. Садники там. Ну фигурки такие. И обнаружили только дома. А у меня сарай был далеко через дорогу. И туда. Я ночью его разбудил. Помолились. Так. Ты делал это. Делал. Кони ворованные. Мы можем ночью сгореть или провалиться. И мы среди ночи встали. Открыли двери. Хотя я никому не открываю. Пошли через дорогу в фургу. И унесли в сарай этих коней. А утром уже жена все ему рассказала. Надежда Васильевна. И они собрались. Купили подарки тем людям. И поехали отвозить коней в ребриху. Больше парень нигде ничего не брал. Вырос. Он такой мастер. Новосибирский живет. Все. Евроремонтом занимается. Видите как. Но это. Надо найти какой способ. Я не учился нигде. Просто я вижу. Это неладно. А дальше молитва. Так это ни один там. Не говорю что про Макаренко. Тут вообще ничего не знал. Там Сухомлинский. Еще что-то писал. Или Бенжамин. Вот Спок. Это. Или отец Мироид. Или другой. Ян Амаз Каменский. Да. Они открывают. Но детально. Это нельзя найти. Потому что каждый день новая ситуация. Совершенно новая. Вот у нас принято чтобы нога за ногу не ложили. Нога за ногу. Когда бывает так вот. Показывают. А как это сделать. Ну простой человек я сделал замечание. А бывает человек более знатный. Профессор приехал. Ну как ему сказать. Арсений Великий. Великий. Слово Великий. Антоний Великий. Василий Великий. С прозвищем Великий. С приставкой. Только 17 человек было за 20 столетий. Это говорит о том что церковь признала его непростым. Но он был при старском дворе. Воспитывал у Феодосия сыновей Аркадия и Гонория. И эти привычки то у него и были. А теперь он перенес их в монастырь. И братья решили так. Когда пойдем. А ты сядь нога за ногу положи. А я тебе сделаю замечание. А он то умный. Он поймет. И так и сделали. Он тогда потихоньку ногу убрал. Сел прямо и больше никогда этого не делал. И это имеет значение. И все имеет. Имеет. В этом признаке внутреннего состояния. А мы этого не видим. Ну плохо что мы не видим. Я считаю житья святых. Это я не выдумываю. Как это может быть. Ну вот сидит Иларион Великий обедает. А братья пришли. Говорит. Тут богатый человек был. Фермер. Виноград принес. Виноград крупный. Такой душистый. Поставили ему есть. Он говорит. Уберите это зловоние отсюда. Терпеть не могу. Как зловоние. Да мы уже ели. Вот такой ароматный виноград. Эх вы. Это же скупой человек. Он дал и думает. Не много ли я дал. Его уже совесть внутри сжигает. Он как бы много не передал то. Он скупой. Да как скупость может на виноград перейти. Эх вы. Вон быки привязаны. Подойдите дайте им. Бык то с удовольствием съесть виноград. Положили. Быки как завыли. Замыщали. Оторвали веревки и убежали. Монахи в ужас пришли. А мы этого ничего не чуем. Понимаете. У нас другой уровень. Чем у святых. И поэтому. Противоречить тому что я говорю. Никак нельзя. Это опыт жизни. Ну а как определить. Маленько определяюсь. Скупой человек. Вот я допустим. Мне жертвуют. Бывает на что-то. Я говорю. А ты веришь что сто процентов. Я использую по назначению. Целевое назначение называется. И что я не потращиваю себе. Ни на пьянку. Ни на блуд. Ни на поездки. Никуда нету. Да. Ты на сто процентов веришь. Конечно. Ну это хорошо нас знает. Беру. Если маленько сомневается. Уже я не возьму. Мне это не надо. Он дает и сомневается. Зачем же его в грех водить. Я уже не возьму. Хотя бы и нуждался в этом. Видите. Это вот. Он скажет. Слишком принципиально. Как угодно суди. Но я ни разу не просчитался. Тогда человек говорит. На сто процентов верю. Я понял. Что вы ничего не возьмете. Но тогда верь. Что это ты не мне дал. Второй этап. Ты не мне дал. Ты дал Христу. Но дал через мои руки. Я как огня боюсь. Чтобы ко мне прилипло что-то. Самый большой наш. Спонсор. Вот он сидит рядом. Ни одной копейки. Не пошло на нас. То есть это пошло. Бензин. Дорога. Все остальное. Где надо было. Что в прошлом году. Мы по России не трудились. Из-за поломки. И у меня деньги остались. Ну я сразу. Нуждающихся. Детей много. Там. Или вот у нас поселенцы. Где-то. Я в один день все распузырил. Ровно. Все на этом. Почему? Перед Богом. Я иногда говорю. Господи. Как хорошо что ты меня избрал. Я с детства не знаю ценных деньгам. У их нету. Я их не понимаю. Даже навали куча. Там золото. Я не понимаю. То есть для меня это как обыкновенные бумажки. То есть. И Бог знает кому дать. А у меня сестра работала в церкви. И когда вскрывает кассу. До которой кассиры там из запасных. Говорит. Большие ассигнации. Это все растаскивает. Было так что староста схватил сумку и убежал. И патриарх Алексей Второй говорит на это. Каких бандитов напринимали в церковь. Бандитов. Слова патриарха Алексея Второго. Я показываю какой журнал как. Так. Видите как поговорили пока. Все поедут. Рядом. Всяцель. Всё. Аминистра. Всяцель. Кхак. Охожий. Всяцель. 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 Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилось у нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Туисыне и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостливый Господи, спаси, помилуй раб своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыни, заповедавших нам молиться о них, всех вопиющих Тебя, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах за Слово Твое Святое, вдов, нищих, сирот и всех христиан, избавив от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной. И простим всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Боже, милостью, будь негрешным, несознаванный Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешным, помилуй и благослови. Так, сделайте поклон, чтобы я увидел, правильно ли креститесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Значит, точно на лоб, чрево, правое, левое, левое плечо, ни сюда, ни сюда, ни под мышку, вот где, чтобы был прямой крест. И тогда надо, вот, вот где плечо, рука, сочленение где. И двуперстный князь Владимир крестил, или троеперстный, как Серафим, мы на это никакого внимания. Твоя совесть подскажет тебе, как правильно. А правильно то и другое. Сергий Натальский молился двумя, Иоанн Кроштавский тремя, а оба канонизированы. Нам не надо выгадывать. Ты так приучен, держи два. Мы приучены с детства так. Иоанн Затаус молился одним перстом, тогда время было другое. Я сейчас ухожу, остальное здесь разберетесь. Воспитатели остаются. Ко мне вопросы какие? Нет, нет. Ну ничего, если нет, поблагодарим, поворот накрываю. Спасибо, спасибо, поворот накрываю. Я очень минуту пришел, когда мы сидели, видел, он один, смотрите, за столом и выпал. Зумик. Счастливый. Смотрите, как я умер. Вечером подойдешь, а то, что святой водички, в ней помахи. Внутри тут играют, все-таки пенис, там есть поливолк. 75 метров, это бунт, как уходят по вести полярку. В городке хочешь поиграть, там все же за поворотом. Телго спортивного сооружения, это отдельный вон, а там запасы. Что можем, мы стараемся, чтобы детям было интересно. Так, вот так. Ну, ложитесь сейчас, не надо, потому что завтра, завтра будет сделано, завтра направим, там, сей, расходить погоню. Ну, что такое? Спасибо, честно. Погоню. Виктор, все гасили тоже. Так. Все, братцы? Ну, все. До завтра, какие вопросы, вы старайтесь их вам внулить точно. И завтрашнего дня, правда, завтра у нас четверг, маленько уже позанимаемся. Чтобы никто не мешал, можем уйти к нам в комнату. Так, Виктор, ты введи меня в интернет. Ну, деньги положили, может быть уже и... Сколько надо денег? Да уже положили все. Положили? Сейчас открою я. Ну, сейчас я пойду с вами, посмотрю. Как? Я пойду с вами сейчас. Сейчас, пойду. Сейчас, Витя! Можно переобуться? В кусовке. Тут жмут уже. Заряжать? Переобуйся. Возьми кого-нибудь только. Да вот несколько. Песа! Если не будет места, там у нас... Так, я пойду сына Тихонича, надо разместить. Ну, я сейчас запишу всех. Да, запиши всех. И чтобы в келье ценных вещей не было. Но, они... Витя не давали, не оставляй. Ты пойдешь там... Я там выдержал, и столовик. Я вам следил, да? Да? Все нормально. Какой же выхозник? Раздвигайся. Что в поле, как все 9 раз, я говорю, а распоясывайся только один раз. Там говорится, хулиган, а ты распоясался, а рапсак. Толу, что вылёг. И хвались, говорят, распоясываешься, как подпоясываешься. Подпоясываешься, как распоясываешься. То есть, они шли на пром, надевали подпоясываются, в зону вора не хвалился. А Господь гордится тут саму бьет. Я говорю, Христос был в поясе. А где-то написано? В Откровении. Ангелы написано, с поясами. Апостолы с поясами. Встань, говорит, от Петра, даже в вузах был. И не выводят, а сначала опояжься. Интересно. Набежать надо скорее, опояжься. Павел был с поясом, Ангелы с поясом. Без пояса никого ни где не было. С чего вы решили, что человек без пояса? Так, пояс означает истину. Вот он означает, что он не может быть. Если вы подговорились, то я объясняю. Первая проточная вода. Вы же говорите, ее нету. В России нет. Если нету, стоящая вода, это озеро. Если оставание нету, купель построен. Если нету, то есть уже три. По порядку. Ничего нету. И тогда возлей в воду, возлей в воду. Как возлей? Куда возлей? То вы ее не возливаете. Ничего нету. А дедаха, в первых, это совершенно не каноническая. Им не пользуется ни один святой отец. Что доказывает? Но я даже и на то пошел. Доказал, больше они дедаху не берут. Дедаха как раз вас и обличается. Так, я загляну, там на мои грядки, еще не выросли. Да ягод много. Нету? Ягод много, говорю. Собрать надо. Так, иди-ка сюда. Зайди на кухню, скажи, чтобы дали разные тарелки. Какие щашки? Собрать ягоды надо. Так, сестры, помогите собрать Викторию. Сестры, братья. Если хотите, можете тоже собирать. Сейчас, завтра подадут на выход. Володя, сколько места у тебя? Кого-то наш братец может принять. Талонка? Ну, сюда вот четверых, Игнатьев сказал, положить. Четверых братьев? Да, вот сюда вот. Так, а сестру? Сестру в женскую. Женскую, да. Реклана, ну, ваши вещи, берите. Вот! Вот! А сейчас, давайте собирать. Давай, давай, нам большое. Пойдем. Вкусливый. А я с кем буду собирать? Ваня! Ну, иди. Давай, нибудь у него. Собирайте. Лица, давайте будем носить, а я собирать. У меня лучше получается собирать. Агния! Где она? Оба, давай. Агния! Одену-ка. Давай. О, как же я ее большие тут нахожу. Какие большие. Какие красные. О! Какая красота. Вот. Смотрите. Прямо сейчас можно было бы съесть. Вот так. Но нельзя. всем. Надо всем. Давайте. Бегом, помогайте. Смотрите, вот так, где его... Ну, вот. С первой грядки не берите, там Игнатьев вообще грядка. Не берите, это Игнать и Сихрычок. Ну, тут можно еще, а там дальше нет. зеленая. Так, только ягоды не мните. Нестор, зеленые ягоды не мните только. Аккуратнее собирайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok